ручки у прогулочных колясок какими они бывают ух это очень большой блок здесь действительно много на что обратить внимание поэтому давайте начнем с ручки у коляски трости у такой коляски чаще всего ручки раздельные они сделаны из вспененного или тканевого материала и они не обладают никакими регулировками если же говорить о более прогрессивных коляска в книжках то здесь действительно можно разогнаться есть также коляски с ручками без какой-либо регулировки это сделано для снижения веса такой коляски например если вы хотите выбрать коляску для путешествий скорее всего у нее не будет регулировки но при этом коляска будет легче есть два вида таких ручек это стандартная регулировка например у коляски молбейберайт где с помощью двух кнопок по бокам мы сможем отрегулировать ручку выше или ниже а также телескопическая ручка как например у коляски rant bloom она позволяет выдвигать ее с помощью кнопки посередине вперед или назад и это действительно очень удобный вариант потому что родителям разного роста это будет максимально комфортно они не будут ударять коляску ногами во время например быстрой ходьбы что же касается материала ручки то здесь выделяют тканевый вспененный материал или же накладки из эко кожи здесь уже сложно сказать у какого из вариантов есть определенные преимущества здесь что вам нравится больше то и выбирайте а также у некоторых моделей прогулочных колясок есть такая опция как перекидная ручка которая позволяет ребенку гулять как лицом вперед так и лицом к маме как обстоят дела с амортизацию прогулочных колясок и тормозной системой конечно хотелось бы чтобы у прогулочных колясок была такая же амортизация как модульных но как мы уже говорили в одном из наших предыдущих роликов хорошая пружинная амортизация весит достаточно тяжело так она должна быть из очень хорошего прочного металла в прогулочных же колясках идет акцент на вес который должен быть максимально легким поэтому и амортизация сделана номинальный. Приятный бонус для будущих родителей. Практически в каждой прогулочной коляске предусмотрен глубокий капюшон, который защитит малыша от прямых солнечных лучей или непогоды. А как дела обстоят с безопасностью? Безопасность, конечно, один из ключевых критериев при выборе коляски. И именно поэтому в любой российской или международной сертификации именно безопасности посвящены многие пункты. Что касается прогулочных колясок, то здесь за безопасность прежде всего отвечают пятиточечные ремни безопасности. Обязательно при выборе коляски удостоверьтесь, что действительно они будут именно такими. Кроме этого, у многих колясок есть специальный бампер, который также защищает малыша. И будет прекрасно, если он будет откидываться в одну из сторон. И кроме этого, многие из наших колясок имеют разделитель для ножек, который также помогает удержать малыша. Наконец, мы добрались до самого главного пункта, насколько легко складывается коляска и можно ли ее брать с собой в путешествие? На самом деле, можно так сказать, что прогулочные коляски придумали именно для того, чтобы компактно их складывать. И изначально у старых колясок тростей это была, собственно, одна из ключевых опций и одно из ключевых преимуществ. Коляски и трости складывались действительно компактно, их часто любили брать в путешествия. И вкупе с низкой ценой такой коляски, их часто брали с собой в путешествия и даже оставляли на обратном пути в аэропорту. То есть, по сути, путешествие это была единственная цель, ради которой покупали такую коляску. Что же касается современных колясок-книжек, то здесь также, по сути, есть несколько видов сложения. Есть классические книжки, которые складываются с помощью двух кнопок по бокам на ручках коляски. Такая коляска легко складывается и становится буквально компактной и плоской. Ее можно поставить в любое место в квартире или же, например, положить в багажник автомобиля. Что же касается колясок с реверсивным блоком, то у новых моделей сделана возможность сложить коляску как по ходу движения, так и против хода движения. Также, если есть телескопическая ручка, то коляска даже может быть складывается еще более компактно, чем классическая книжка. И также для путешествий на замену тростям придумали компактные легкие коляски, которые складываются действительно очень легко, одной рукой, одним движением и занимают очень мало места. И некоторые из них даже можно положить на багажную полку самолета. И также придумали новый вид колясок, которые будут складываться тканью внутрь. Это один из наиболее прогрессивных методов сложения, так как вся ткань сидения остается внутри коляски. И даже если положить коляску на землю или положить ее куда-то в достаточно грязное место, то внутри коляска не испачкается. И это действительно одно из таких преимуществ. Кирилл, а что бы ты посоветовал докупить в качестве аксессуаров прогулочной коляски? Некоторые аксессуары на самом деле уже идут в комплекте к нашей коляске. Например, накидка на ножки. Она есть практически у всех моделей. Кроме этого, также предусмотрен подстаканник. Мы тоже кладем его практически во все наши коляски. Что касается дополнительных аксессуаров, которые можно докупить, то здесь на самом деле их большое множество. Во многих интернет-магазинах придумывают очень много различных аксессуаров. И здесь уже на ваш вкус. Мы бы советовали обратить внимание на матрасик в коляску. Он особенно полезен летом. Также можно посмотреть на сумки для мамы. Их можно носить как с коляской, так и отдельно. Кроме этого, также можно докупить дождевик, москитную сетку, матрасик для пеленания и, например, муфту, если вы планируете использовать коляску в зимнее время года. Итак, давай подведем итог. Во-первых, прогулочная коляска – это настоящий помощник для будущей мамы, поскольку малыш будет проводить там много времени. А во-вторых, очень подкупает своей надежностью и долговечностью. Кстати, приехать и затестировать коляску вы можете в нашем флагманском магазине «Рант» на Ярославском шоссе. А также подписывайтесь на все наши социальные сети, на наш аккаунт в Инстаграм, на наш канал в Ютубе. Ставьте лайки, где только увидите. Нам от этого будет очень приятно. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго и удачных прогулок.